Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Илюза Шерифулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский университет посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Вместе медиа КФУ в вечной мерзлоте обнаружили катастрофическую угрозу для климата. Академик Российской Академии Наук, почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев избран выдающимся членом Американского астрономического общества. Он вошел в высшую категорию членства Legacy Fellows, которая присуждается за оригинальные исследования и публикации, инновации в астрономических методах или приборах, значительный вклад в образование и публичное просвещение, а также за выдающиеся заслуги перед астрономией и самим обществом. Казанский университет посетил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Все подробности далее. Встреча началась с экскурсии по Казанскому университету. Гости посетили музей истории, императорский зал и ленинскую аудиторию. Участие принял ректор Ильшат Гафоров. Затем были обсуждены предложения по направлениям сотрудничества Казанского университета с Казанской епархией Русской Православной Церкви и Казанской Православной Духовной Семинарией. Основной задачей перед нами, которую ставило государство и подкреплялось государственным заданием, всегда была эта наука и образование. Мы много говорим о воспитании подрастающего поколения. И у нас, хотя функции наши входят как таковую, но никто этот параметр до последнего времени не мерял. Так речь велась о духовно-нравственном воспитании студентов, совместном издании тематических пособий, ведении профориентационной работы, организации практик. Также обсудили проведение мероприятий в научно-образовательном центре теологии Казанского университета. Несколько лет назад мы начали говорить о возрождении наших старых традиций. И здесь Владыка нам очень сильно помог. И возродилась, по сути, кафедра теологии. И резко вырос контингент обучающихся. И у нас кафедра регионоведения была. Кроме того, на встрече обсудили и совместную общественную, и медийно-просветительскую деятельность. Митрополит Кирилл поддержал предложенные идеи и выразил надежду на плодотворное сотрудничество. Диана Шленкова, Фаридзахит Оглы, Универньюз. Казанский университет посетили сотрудники научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» от Уфимского государственного нефтяного технического университета. Все подробности далее. Встреча состоялась на площадке Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета. Напомним, в прошлом году для работы научного центра мирового уровня был создан консорциум, во главе которого находится Казанский университет. Туда входят Губкинский университет, Москва, Уфимский университет, Технический университет и Сколтех. Совместно с коллегами из Уфы специалисты обсудили предстоящие научные проекты, реализуемые в рамках основных направлений НСМУ. Производство при поддержке действующих нефтегазовых компаний страны, представители которых также приняли участие в мероприятии. Результаты. Первый – это создание таких экспрессных и эффективных технологий для поискования крупных залежей нефти и газа на неисследованных территориях. По второму направлению – это повышение коэффициента извлечения нефти на гигантских месторождениях нефти и газа. Третье направление связано с разработкой технологий добычи трудноизвлекаемых запасов. Это вязкая нефть. Также были представлены проекты, реализуемые в рамках приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского университета, которые получили свое развитие и продолжение в лабораториях научного центра мирового уровня. Гости рассмотрели перспективы внедрения разработок из смежных научных областей нефтегазовую промышленность, катализаторы, нейронные сети, машинное обучение и другие. Я думаю, что перспективы достаточно широкие. Сегодня мы таким единым широким фронтом идем в сторону крупных индустриальных партнеров для того, чтобы решить те актуальные задачи, которые стоят в текущей экономической ситуации. То есть это максимально эффективное освоение минеральной сырьевой базы, жидких ульеводородов, объединение научного потенциала. Также в программу «Визита» вошли экскурсии по лабораториям геологического и химического институтов. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Всероссийский фестиваль «Вместе медиа» по Волжье в Казанском университете. О том, как прошел первый день фестиваля в Казани, узнаем в нашем следующем сюжете. «Вместе медиа» — это ежегодный фестиваль, который проводится уже больше 17 лет в разных регионах России. В Казани проект проходит второй год подряд. Здесь можно послушать лекции от журналистов и редакторов федерального масштаба, узнать, как писать большие материалы, как снимать видео в социальных сетях, как вести ток-шоу и посмотреть работы участников проекта. Среди экспертов, оценивающих материалы, были Тимур Исмаев — сооснователь проекта «Громкие рыбы», креативный директор «Громкий продакшн», Яна Жарчинская — главный редактор-совладелец продакшн-студии «Бисер» и Дмитрий Лукин — руководитель вещания группы каналов 360. Эксперты проанализировали работы вместе с их авторами. Маленький кусочек вначале он держит, потом этот стендап все сажает, и потом, когда начинается эксперимент, реально интересно смотреть. И это, конечно, заслуга и того, что оператор не сильно-то и прятался, и некоторые вещи прям в лобову кузняты. Не знаю, как вы снимали на телефон, не на телефон, на маленькие какие-то камеры. Это вроде не был прохо. Работы участники отправляют заранее. Материалы проходят тщательный отбор экспертным советом. Самое ценное в оценке работ — это живое обсуждение. Это некое золотое сечение, когда у нас есть требования, касающиеся качества русского языка, фактуры, то есть необходим фактчекинг, необходимо такое понимание формата, внутри которого работают журналисты. Вот когда мы находим вот это золотое сечение, то эти программы попадают в короткий список и претендуют на победителей. Проект в этом году впервые совмещает онлайн и офлайн формат. Но, несмотря на отдаленность некоторых участников, обсуждение все же состоялось. Это такой новый опыт. Достаточно сложно совмещать живое обсуждение в офлайне с подключением и комментарием людей, которые находятся в других городах. Также в этом году были приглашены ТАТМИДИ и ТАТАРИНФОРМ для того, чтобы создать круглый стол и поговорить о том, как работают информационные агентства на федеральном уровне, как они взаимодействуют между собой. Мы стараемся создать такую площадку, где будет комфортно не только федеральным СМИ, но и региональным тоже. Они как-то объединяются на одной площадке и между собой наконец-то начинают общаться и понимать, что интересно, на чем они работают вместе. И, конечно, мы не забываем пригласить студентов, для того, чтобы они могли обучиться, пообщаться прямо на площадке вместе со средствами массовой информации, поговорить с журналистами и перенять их опыт. В Казани фестиваль продлится до 13 февраля. Инджи Минебаева, Виолетта Басова, Фарид Захид Оклы, Универньюз. Группа исследователей под руководством ученых Копенгагенского университета пришла к выводу, что быстрое таяние вечной мерзлоты высвободит в атмосферу большое количество углеводорода, что может привести к катастрофическим последствиям для климата. Все подробности далее. По словам Юрия Переведенцева, из-за того, что мерзлотный слой начинает трансформироваться, все это может привести к гибельным последствиям. В связи с потеплением климата микроорганизмы разлагают остатки растений и другие органические вещества в метан. У нас очень сильно возрастает концентрация углекислого газа в атмосфере. Уже 410 частиц на 1 миллион. Это очень много, это примерно на 30-40% больше, чем было, скажем, 200 лет назад. И вот содержащийся в атмосфере парниковый газ, он не позволяет теплу уходить от земли. В основном потепление идет за счет углекислого газа, что приводит не к ускорению, а к добавлению. Пусть сейчас не столь существенному, но в будущем этот процесс ускорится, и метан будет все больше накапливаться в атмосфере. А это, несомненно, будет представлять серьезную угрозу для климата. Тепло нарастает в атмосфере и на земной поверхности, не только, и в океане. Кстати говоря, океан тоже прогревается. Вот вся климатическая система – это атмосфера, океан, суша, биосфера – все это прогревается. И благодаря вот этому прогреву, опять-таки, в атмосферу еще раз дополнительно поступают новые порции углекислого газа. Очень быстро растет. Очень быстро растет. И особенно она быстро растет в Арктике, именно в Сибири. А там как раз расположена и вечная мразлота, там и болото, и вот и сама Арктика освобождается от льда. И это все дополнительный источник нового поступления парниковых газов в атмосферу. Ученые Копенгагенского университета не уверены, сколько дополнительного углерода из почвы может быть задействовано. Для оценки угрозы требуются дальнейшие исследования. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Илюза Шерифулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова